Забытый герой у вёсцы Стукалы, что у мастовским районе знаходится помник героя Великой Айчыны и войны у дельника партизанского отрада. Мясцовые жахары за непокойный станом местопахаванне. Наш корреспондент Юлия Новикова побывала на местце и доведалась о чему. Софья Саучук военной лихолете застала еще дитем. И сегодня я навыдат на памяты о жудесной падее того часу, яки они обошли боком ее семью. Брат Айчыма Софьи Иосифовны под час Великой Айчыны был партизаном. У 1944 годзе Ивана Саучука схапили окупанты. Але мужчина не рассказал, где знаходится его отрат. За это он был по зверску закатаванным. Мы под окно, это самое окно, под окно глядаться Ивана. Били-били, и потом вядром воды. Вядром, вядра, вядра, лючная, и знак, ну там и неким его. Его очень долго пытали. Пытали, чтобы он показал, где партизаны, с кем он связан. Чтобы он завел их туда. Он все отрицал, он молчал, он ничего не сказал. Его били. Он терял сознание. Его отливали водой. После, так как он все равно ничего не сказал, его отрезали нос, отрезали уши, выкололи глаза. Он все равно ничего не сказал. В конце концов еще вырвали язык. Вера Пазняка, блюсь от навязковца, Ивана Саучука доведалась от матери. Это история, и муж на земляка кранули ее сердце. Там у женщины вырешила побывать на место похования партизана. Коли приехала уродную вязку Стукалы, то вельми здивилась. Мы очень давно добиваемся, чтобы его могилу привели в порядок. Чтобы здесь поставили красивый памятник, какого он заслуживает. Но, к сожалению, мы добились только того, что вот на этот старенький памятник, который еще сын слепил с цемента, вот только повесили вот эту штучку, что вот это воинское захование, вот оно ховывается державой, и все. Вера Иосифовна взяла шество над могилой. Коли сюда приезжая, прибирая листья, недавно осталевала загородку и плиту. Али великих мочимостей привезти, помник партизану Даладу, у Веры Иосифовны нема. У меня нету настолько средств и сил, чтобы поставить здесь мраморный памятник, чтобы могилу привезти, тоже мраморную сделать. Я не могу этого сделать. Мостовским райвыконками про стан воинское похование ведают. Тут абсолютно сгодны, что такую ситуацию необходимо кардинально менять. После вот обследования действительно необходимо произвести ремонтные работы. В этом году мы постараемся это все полностью выполнить. Это наш долг. Таким чином на Мостовшине повинен заявиться новый памятник, який станет добрым прикладом належного ушанования Данины Паваги, героя Великой Чинной войны, у дельников партизанского руху у год 75-й годовины вызволения Беларуси. Субтитры создавал DimaTorzok